Можно много говорить о внутренней политике, но всё заканчивается плохо, когда совершаются ошибки во внешней политике. Сто лет назад Российская империя была конфетка. Всё было отлично летом 2014 года. Нас втянули в войну, и чем закончилось, вы знаете. К 40-му году Советский Союз был вторая конфетка. Но нас втянули, и чем закончилось, вы знаете. Вывод. Мы тысячу лет, Россия занимает оборонительную позицию. Мы ждём, когда на нас нападут. Я не буду брать тысячу лет назад. Берём Наполеон. Он ждёт развязки войны в Литве. Молодой царь плохо соображает и сидит в Петербурге. И разрешает Наполеону всю Россию захватить, сжечь Москву, а уж потом можно немножко догонять французов и в конце концов победить. 41-й год. Всё ясно было. Начнётся. Уже точно начнётся. Ну, дайте приказ начать 20 июня и разгромить немцев на территории Польши. Нет, ждём. Страх, неумение, ошибки. Поэтому это очень дорого обходится. Это один момент. Второй момент. Россия расцветала, рождалась и может развиваться только в формате империи. Любая республика, советская, федеративная, народная, демократическая, это губительно. Губительно. Поэтому, пока мы не определим форму государства, может быть, даже поставить вопрос о восстановлении империи. Кто нам мешает? У нас же есть. Испания же восстановила монархию. Ничего не случилось. Надо же понимать формат развития. Вот простой пример. Климат. Мне здесь плохо. Мне здесь жарко. Мой климат Архангельск, Ленинградская область, даже в Оркута. Здесь я задыхаюсь. Что я должен делать? Жить там, где лучше чувствует свой организм. Так и Россия. Она себя плохо чувствует в формате республики. В формате дружбы народов. В формате вариантов либерализм не надо, капитализм не надо, социализм плохо. Нельзя так. Нельзя решать вопросы. Эта страна другая страна. Нас ни с кем нельзя сранивать. Поэтому начинать мы должны первыми. И у Сталина был план начать раньше и разгромить немцев в территории Польши. Но не хватило ему решимости. Так и генералы предлагали громить Наполеона в Польше. Поэтому вариант. Развитие не может идти в рамках республики. Не может идти в рамках вот этой демократии, как у нас. Выборы партии, профсоюзы. Выборы осенью, выборы весной. Какая разница? Они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Если раньше при советской власти в трудовом коллективе хотя бы знали, кто он такой. Сейчас приходит человек и начинает говорить все, что угодно. Кто его знает? Никто. Поэтому это выборы, профанация, придуманная на Западе. Разыграть. Там одна партия. Но для видимости вот выходит от демократической, а из мюканской. Во всей Западной Европы одна партия. Но разыгрывают спектакль перед своими избирателями. А нам зачем спектакль разыгрывать? Нам нужна мощь. Наша экономика может быть только милитаризованной. Вот если у нас пройдет милитаризация всей экономики, если мы снова нашу армию подведем к западным границам, я не говорю воевать, чтобы она стояла здесь. Она стоит за Уралом, где-то на юге. Вот сюда все поставить армию. Миллионная. Двух миллионов. Они трусливые. Они боятся. Их нужно брать и с фугом, кнутом. Мы пряником. На тебе наш бюджет. Десять лет бюджет уходил туда, на Запад. Надо, надо. Там выгодно. Кудрин объяснял нам, что там выгодно. А теперь что? Теперь нам по морде бьет. Нашими же деньгами. Поэтому никакой выгоды нет. Туда деньги отправлять. Или здесь заниматься только торговлей. Торгует вся страна. Вот сейчас начинаем, может быть, строить заводы. Поэтому милитаризация, мобилизация, жесткая пропаганда. День и ночь. Чтобы они боялись. Я однажды сказал одну фразу финнам. Через две недели бюджет военной Финляндии был увеличен на 30%. Одна моя фраза. И на 30% увеличивается бюджет. Мы поставим пропаганду так, что мы их разорим. Чтобы они боялись, что танки двигаются на Киев. Танки могут дойти до Брюсселя. Можем за сутки вас оккупировать, захватить, уничтожить. Мы должны объявить, что у нас есть новое оружие. Их ракетные системы нам совершенно ни к чему. Они нам не угрожают. Надо испытывать новое оружие. Вы же должны понять, что план «Барбаросса-2» подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. Как и где, это решают военные, генеральный штаб, все остальные. Но надо понять, наконец, в каком мире. Они смеются над нами. Они издеваются. Русский язык запрещают по всему миру. И что они делают? Сегодня убивают русских. Вот сидите вы и смотрите, мы их гоним, как беженцев, и еще не пустим к вам, как беженцев. И будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, больницы. А вы гуманитарную помощь направляете. Это что, Россия? Чтобы царь направил гуманитарную помощь сербам 100 лет назад? Он армию направил. Это была ошибка, но армия пошла. Если бы не большевики, наша армия стала в Берлине бы в 2018 году. Теперь мы современная Россия. Мы наконец совершаем правильные шаги. Первые начинаем. Но куда мы прем? В Афганистан. Это наши союзники и мусульманский мир. Еще одна ошибка России. Мы все время шли на запад. На западе нет у нас ни друзей, ни союзников. Надо идти на юг, но идти с миром, как союзники. И единственное правильное, что сделал Ленин, первые договора о дружбе. Афганистан, Иран, Турция. Все. Все остальные империалисты. В 2001 году, Владимир Владимирович, когда была атака на Нью-Йорк, вы позвали нас в Кремль. Лидеров партии, фракции. Вы спросили, что делать. Все сказали вам, лезь под буша, кроме меня. Я вам сказал, проявить солидарность с мусульманским миром. Сказать им, что не бойтесь. Вас никто не будет бомбить. Россия с вами. Я это единственное сказал. И стенограмма есть в Кремле. Сегодня мы поворачиваемся к мусульманскому миру. Вот там Египет. Вот Эрнаган, Турция. Вот с Ираном укрепляем. 14 лет потеряно. Кто эти советники в МИДе? Кто эти советники в вашем окружении, которые вам ориентацию на Запад дают? Я пришел к Чубайсу, глава администрации. Вот давай, с Ираном, отличная сделка, деньги. Нет, нет, нет. Мы заработаем с американцами. Мы будем помогать с ними сотрудничать в космосе. Ну, да сотрудничать в космосе. Чубайс враг. До сих пор он министр. Это чудовищно. Как он может быть министром? Как может быть институт имени Гайдара? Фонд имени Гайдара? Фонд имени Ельцина? Улица Ельцина? Бюст Ельцину? Всю страну раздал за одну ночь. Пропил страну всю 8 декабря 1991 года. И ему памятники поставили. Вы должны знать, мы не можем жить под этим флагом бело-красно-синим. Это флаг торговый, это флаг Власова, флаг Керенского. Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Под этим флагом мы достигли максимум успехов. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте Верховный правитель. Хотя император Владимир Первый звучало бы хорошо. Тогда будут уважать. Могут и гимн вернуть? Боже царя храни. Все, союз вековой, народов сплотил, а народы плюют нам в лицо каждый день. Это великолепный был гимн. Гимн о том, что храни своего руководителя, храни свою страну. Она единственная твоя. И с этим гимном, действительно, русская армия шла вперед и побеждала. Поэтому сегодня в Афганистан мы вошли с армии, этого не надо было делать. То есть мы начали проводить при Брежневе наступательную политику. И нас боялись. Но если вошли, уходить не надо было. Одна ошибка. Входим с оружием, другая выходим. Выходить не надо. Копайтесь, сидите. Вас сбивают вертолеты? Нечего летать на вертолетах. Сидите в катакомбах. Заройтесь танками, так сказать. Везде, так сказать, поставьте диверсию. Ночью всех арестовывайте. Ночью всех расстреливайте. И такие, как на Жабулат. Сегодня мы сели в Афганистане. Сегодня бы. Поэтому все можно делать, как сегодня на Украине. Что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут. Всю колонну БТР за 15 минут. Сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия. Не обязательно ее вводить. Весь мир. Что там? Американцы? Американская армия воюет. Чок воюет. Добровольцы воюют. А у нас миллионы добровольцев. Могли бы там повоевать. Из тюрьм их выпустить. Штрафные батальоны создать. И сказать, ваша... Ни шагу назад. Вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем. Лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Поэтому направление на юг, а не на запад. Мы с ними злим. Мы получили эту Польшу проклятую. С этой Польшей возимся сколько времени. А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша Прибалтику сделала враждебной. Зачем нам эта Польша нужна? Мы победили Наполеона? Чего мы ушли из Парижа? Там бы сегодня еще стояла бы наша армия. И не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли. Сегодня бы там армия стояла. То есть это все должна быть та политика, которую проводила Российская империя, Советский Союз. Я ничего не выдумываю. Я беру все лучшее, что было в царской России и в советской. Когда ни одна пушка не стреляла в Европе. Пока русский царь не даст согласия. Когда пошел плохой спектакль в Париже, царь позвонил и сказал. Вам нужно 100 тысяч новых зрителей в ваш парижский театр? Те поняли и заткнулись. Спектакль сняли. Когда Владимир Владимирович Александр Третий и Англия провоцируют войну России с Турцией, ему доложили. Он вот так ударил всю войну, всю казну на войну. Дошло до Лондона, все прекратили. Царь сказал одну фразу. Всю казну на войну. Рука мощная такая. Стол чуть не треснул. И быстренько шпионам доложили британскому послу. И он все, все, никакой, все. Мы ничего не делаем. Все в порядке. Войны не будет. Они должны бояться. Бояться каждый день и каждый час. Нам нужен другой министр иностранных дел. Нужен министр пропаганды. Хорошие министры есть. Может быть, они работают. Но есть вещи, где должны быть люди особого склада. Чтобы он сказал и пол Европы, так сказать, боятся. Ноги дрожат. Поэтому повернуться к мусульманскому миру, хотя сейчас там уже много антироссийски настроенных и таких вот режимов. Мы могли сотрудничать и с Адамом Хусейном, и с Каддафи, и с исламским Ираном давно подружить. В 2000 году ЛДПР говорит признать правительство талибов. Вы его признаете. И весь мир признает с опозданием на 15 лет. А если бы тогда признали, и его бы сохранили, а не свергали, не было бы того потока наркотиков. Они уничтожали все наркотики. Им не нужна Средняя Азия. Им нужен Пуштунистан. У нас востоковеды должны быть везде. У нас восток горит. Евроазиатское пространство наше. А Польшу забыть. А при Балтике сказать, что там такое количество танков и самолетов натовских, что в случае большой войны мы не можем гарантировать существование этих государств. Я это уже сказал. Там они уже все бегают и трусят. Все боятся. То есть я в заключении понимаю, что еще Сергей Михайлович хочет. Левые не всегда что-то хотят. Вопросы будут. То есть большое значение имеет устройство страны. Ее оболочка. Как она функционирует естественным путем. Вот сейчас мы неестественны. Мы боролись с пропагандой гомосексуализма среди детей. А когда мы будем бороться с пропагандой ни того извращенного устройства собственной страны. Царь бы этого не потерпел. И советская власть. Мы какую создали страну? По устройству, по экономике, по культуре и так далее. Все они сегодня издеваются над нами. Такого не было никогда. Ни при соли бы никто не посмел убивать русских где-либо. Ни при советской власти. Они же всего не уважали, боялись. Мы должны базы новые создать. Новый флот. Чтобы все кипело, гудело, гремело. И десантировать наших следователей. Арестовать всех, кто там занимается, совершает преступления. Так сказать, последняя моя фраза. Уже ли не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? А что вы не встали, ЛДПР? Чего вы сидите-то напрягаетесь? Я сказал, встаньте. И жаль, что-то хло, хло. А я на карандаш возьму. Видите, как? Боятся. Марионич, наши в одной партии, которые мне пришли, и все боятся. А вдруг не так. А вдруг сейчас скажут, а это не надо нам. Не побегу в Теренную Россию записываться. Не-не. Не-не, ваши не побегут, я уже знаю. Но хочу, поскольку у нас все-таки трансляция и запись телевизионная, хочу сказать, что все, что было сказано Владимиром Вольфовичем, это его личное мнение. Не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации. Да. Да, но зажигает красиво. Пожалуйста. Свободу, слава. Да. Свободу, слава.